Реки и Немолочная вполне себе настоящие текут сегодня по улицам Братска. На перекрёстке коммунальная авария. Под проезжей частью прорвало трубу. В домах одного из микрорайонов ограничили водоснабжение, а дорогу закрыли для транспорта, устраняют аварию. Работы продлятся до утра. Не рванёт ли к тому моменту в другом месте или городе? Вопрос. Ведь коммунальные происшествия в регионе что-то зачастили. Здравствуйте, зачастили. Надо сказать и происшествия другого рода. О них и не только. Узнаете совсем скоро. Прямо сейчас короткие анонсы основных тем выпуска. Неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание. Причина большинства пожаров. Только за сутки в Иркутской области зарегистрировано 7 возгораний. В огне погиб 4-летний ребёнок. В программе статистика печальная и по-настоящему горячая. Горячая турпутёвка может обернуться сгоранием денег, а не загаром. В такой ситуации оказались клиенты одной из фирм столицы региона. Сегодня узнаете, как часто обманывают туристов из Иркутской области. В Иркутской области засыпают опасные детские горки. В выпуске расскажем, кто занимается этой работой и где в ближайшее время появится техника. Бытовую технику смогли сдать иркутяне ради природы. А всё благодаря экофестивалю, какому поведу в рубрике «Повесточки». И начать мы вынуждены с трагической новости. В очередной раз в регионе на пожаре погиб ребёнок. Четырёхлетнего мальчика не смогли спасти из горящего частного дома в посёлке Введенщина Шелиховского района. Когда стихия разбушевалась, в здании вместе с мальчиком находился его дедушка-пенсионер. О возгорании в пожарную часть сообщили соседи. Они же первыми приступили к тушению. Пожилой хозяин дома пытался спасти ребёнка, но потерял сознание. Из огня его вынес прохожий, а вот мальчика спасти не удалось. Его тело нашли сотрудники МЧС во время разбора завалов. Скорее всего, на малыша обрушилась горящая кровля. Дом полностью уничтожен огнём. Существовала угроза, что он перекинется на соседнее строение. К тому же работа спасателей затруднялась отсутствием поблизости источника воды. Еще один человек погиб сегодня в Ангарске. Там загорелась квартира в многоэтажке. Спасателям пришлось эвакуировать 15 человек, пятеро из них дети. Одному из взрослых потребовалась медицинская помощь. Всего за ночь на территории региона произошло семь возгораний. Но и днем огонь не дал передышки спасателям. Буквально несколько часов назад произошел пожар в поликлинике номер один областного центра. 250 человек эвакуировали, пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание было на первом этаже в кабинете. А причиной стало короткое замыкание. Надзорные органы приступили к проверке. Пострадавших много, причина одна – обман со стороны туроператоров и агентств. Такие случаи в Иркутской области сейчас участились. А ведь впереди новогодние каникулы, которые многие хотели бы провести за пределами региона и страны. Есть ли защита от недобросовестных фирм? Пыталась разобраться Юлия Шенкарюк. Искать на здании вывеску и ходить по кабинетам бесполезно. Фирма «Натали Тур Иркутск» исчезла. В прежнем офисе компании теперь другая организация. Телефоны турагента молчат. Сайт и вовсе не работает. Зато в интернете полно негативных отзывов. Покупали в сентябре путевку в Турцию. В день отлета сообщили, что отель не подтвержден. И предложили другой вариант. Разница в стоимости тура составила 40 тысяч рублей. До сих пор не вернули деньги. 28 июня 2018 года между мной и туристической компанией «Натали Тур Иркутск» был заключен договор на приобретение турпоездки в Таиланд. Услуга была 100% оплачена. За день до отлета нам сказали, что услуга не может быть оказана. Деньги выбивали со скандалом. Те, кто не смог получить деньги, жалуются в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства советуют скорее обращаться к правоохранителям. Тогда есть шанс вернуть средства. Это удалось жителям Ангарска. Там фирма с похожим названием «Натали Тур». Обманула 14 клиентов на 2 миллиона рублей. Отчаявшиеся вернуть свои средства люди обратились в полицию. За очень короткие сроки сотрудники помогли нам вернуть наши средства, которые мы очень долго копили, собирали. Не могли добиться возврата денежных средств. Не может добиться получения денег иркутская авиакомпания. Да, иногда от действий туроператоров страдают целые организации. Ираэра 7 декабря приостановила рейсы с острова Хайнань в Россию. Причина – фирма «Жемчужная река» задолжала перевозчику более 2 миллионов долларов. То есть продала путевки людям, но не оплатила билеты. После совещания в Москве Ираэра все-таки решила перевезти туристов за свой счет. Пассажир-то не виноват в этой истории абсолютно. Два хозяйствующих субъекта между собой, по-русски говоря, борются. А сейчас позиция Росавиации, и мы поддержали эту позицию. Именно вывоз пассажиров в Россию на данный момент. Мы вывозим 363 человека. Это у тех, у кого окончился отдых. Остальные еще отдыхают. После авиакомпания также перевезет их в Россию. И расторгнет договор с туроператором. Но через суд потребуют возместить ущерб. Возможно, этим займутся и россияне, которые купили путевки у «Жемчужной реки» на конец декабря. Они теперь тоже не смогут улететь в отпуск. Среди пострадавших есть иркутяне. Такой бум туристического обмана в регионе удивляет даже юристов. Как правило, это бывает крайне редко и крайне громко. Потому что все турагенты, если они маломальски ценят свою репутацию и хотят продолжать оставаться на этом рынке, они, безусловно, хранят возможность давать качественные услуги, оказывать качественные услуги. И поэтому, если вопрос идет просто об обмане туристов, то это все однозначно сразу же крест на деятельности туристической. Примечательно, что все перечисленные компании не однодневки. Некоторые успешно проработали более 20 лет. Получается, что даже такой опыт не может быть для туристов гарантией отпуска без проблем. Юлия Шинкарюк, Марина Минченко. Новости по будням. Нажить проблемы, стать клиентом больниц ежедневно рискуют сотни ребятишек регионной. Именно те дети, которые катаются с опасных горок. Речь про естественные снежные склоны, которые заканчиваются на проезжей части. Кто обязан их обезопасить? Ответ искала наша съемочная группа. Временные дорожные знаки для безопасности автомобилистов. А сами работы ради спасения детворы. Этот склон в окрестностях поселка Дзержинск облюбовали школьники. Лихо выскакивали на санках и ледянках прямо на дорогу в крутой поворот. Теперь совершить такой трюк не удастся. И не только здесь. С ноября месяца на территории Иркутска, Иркутского района, и вообще Иркутской области, проводятся операции горка. В ходе данной операции экипажами ДПС, в ходе патрулирования, также по сообщениям граждан, выявляются опасные горки, которые выводят на приезжую часть. Ну и для чего это делается? Для того, чтобы эта горка была, скажем так, уничтожена, обезопасить наших детей. Небезопасные горки обнаруживают повсеместно. Эту в Уссулии-Сибирском ребятня накатала прямо возле детского сада. Тут тяжелая техника не нужна. Достаточно песка или мелкой каменной крошки. Но после каждого снегопада. Выполняют подсыпку чаще всего муниципальные дорожные службы. Однако ГИБДД может обязать к этому и управляющую компанию, и любую организацию, которой принадлежит территория. Иногда достаточно звонка от местных жителей. И не обязательно в полицию. Даже такая небольшая на вид горка может спровоцировать ребенка присесть на ледянку и скатиться прямиком под колеса авто. Поэтому, если взрослые сочтут данный объект опасным, они вполне могут обратиться в местный отдел ЖКХ. И на этот адрес наверняка отправят машину с подцепным материалом. Сколько таких машин высыпали на горки в регионе в прошлом году, достоверно неизвестно. Только ГИБДД выдало 93 предписания. Но разобраться со всеми стихийными склонами властям и населению не удалось. У нас за прошлый год было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием детей, которые, катаясь на несанкционированных стихийных горках, попали под транспортные средства. В результате чего получили ранения. Такого развития событий можно не допустить, если вовремя обнаружить проблему и сообщить о ней. А это доступно каждому жителю области. Владыр Бакова, Андрей Назаров. Новости по будням. Доступных зимних развлечений полно. Помимо горок, например, существуют катки. Главное, чтобы они были санкционированными и безопасными. Но что делать, если рядом с домом есть корт? Ну, заливать его, а главное, следить за ним некому. С этим вопросом к нам на горячую линию обратились телезрители из Иркутска. Разъяснение мы получили в городской администрации. Оказалось, есть несколько вариантов. Для начала нужно в мэрии узнать, на чьей земле находится площадка. Если корт расположен на муниципальной территории, необходимо обратиться в администрацию своего округа и попросить оборудовать каток. Власти определят организацию, которая займется его обслуживанием. Если же объект стоит на придомовом участке, но жители, то жители могут попросить управляющую компанию залить каток. Чтобы коммунальщики еще и следили за порядком на нем, придется вносить новую строчку расходов в платежки. Тариф установит сама организация. И третий вариант. Люди могут сами сделать каток на замерзшем водоеме. Но о своих намерениях нужно уведомить МЧС. Инспектор измерит толщину льда, если она окажется безопасной. Останется расчистить площадку от снега и наслаждаться активным отдыхом. Если и у вас есть подобные вопросы, звоните на горячую линию с 10 утра до 6 вечера. Наш телефон прежний 792-402. Отправить информацию можно и по адресу электронной почты. Адреса сайтов прокуратуры и Министерства здравоохранения очень востребованы жителями Севера Иркутской области. Люди хотят знать и отстаивать свои права на льготы и компенсации. Особенно, когда дело касается здоровья. Бодайбинцам, например, пришлось дойти до суда, чтобы получить компенсацию за проезд к месту обследования и лечения. Согласно закону, вернуть деньги за поездку, к примеру, в областной центр могут несколько категорий граждан. Среди них больные туберкулезом, онкологией или беременные. Но далеко не всем удается это на практике. Заявления на компенсацию могут не удовлетворить. С такими фактами столкнулись жители Бодайбинского района. За последние два года 14 человек были вынуждены обратиться в городскую прокуратуру с жалобой на областной Минздрав. Надзорное ведомство проанализировало действия чиновников и посчитало их неправомерными. Точку в каждой истории поставил суд, но он встал на сторону обиженных людей. Судом эти решения признаны незаконными и в пользу заявителей взысканы положенные выплаты. К слову сказать, здесь речь идет не об одной тысяче рублей, а для многих жителей 24 тысячи 23, которые они тратят на авиабилеты, представляют значительную сумму. Почему людям отказывают в выплатах, как часто такое происходит и есть ли подобные проблемы в других территориях, кроме Бодайбинского района? Ответить на эти вопросы мы попросили специалистов Министерства здравоохранения. Однако представить данные сегодня нам не смогли. Мы направим официальный запрос в ведомство и обязательно вернемся к теме в нашем эфире. Те же, кто хочет получить компенсацию, должны знать. Постановление правительства за номером 176 находится в интернете в свободном доступе. Там перечислены категории претендентов на выплату, виды транспорта, которым можно воспользоваться. Также указан список необходимых для получения компенсации документов. Подать заявление получатель может в течение трех месяцев со дня возвращения домой. Прокуратура обращает внимание не только на чиновников Минздрава, но и непосредственно на врачей. Как это ни странно звучит, но люди в белых халатах вместе с учителями попали в список самых коррумпированных профессий в России. Это официальные данные. Их можно найти на сайте правовой статистики, курируемом Генпрокуратурой. Чтобы сократить поток откатов и распилов, законодатели планируют запретить медикам и педагогам принимать любые подарки, за исключением цветов и блокнотов. Соответствующие предложения уже внесены в Государственную Думу. Кроме того, Кабмин, выступивший автором документа, предлагает, цитата, врачам и учителям сообщать работодателю о возникновении какого-либо конфликта интересов и о фактах подталкивания к взяткам. Конец цитаты. Словом, не за горами тот день, когда рухнет последний оплот коррупции, по мнению инициаторов закона. Кстати, в этом году уголовных дел, связанных с получением или дачей взятки в России, зарегистрировано на 10% больше, чем в прошлом. В Иркутской области этот показатель и того выше. Число подобных деяний увеличилось аж на 26%. Таким образом, по уровню коррумпированности наш регион занимает 39 место в списке из 83 возможных. Вполне ожидаемый лидер антирейтинга – Москва. Ну, а пока одни набивают карманы взятками, другие не знают, как свести концы с концами. Жители всей страны и нашего региона, в частности, в этом году стали брать больше займов. О кредитной кабале в цифрах узнаете в ценном выборе. Жизнь в кредит стала для России нормой. Трое из пяти человек одновременно рассчитываются по двум займам. Каждый пятый имеет три больше обязательств перед банками. Причем объемы кредитования только растут. Ярче всего об этом говорит сумма потребительских займов. За восемь месяцев текущего года она составила почти на 28% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. Пользуются популярностью и займы на пластике. В стране за семь месяцев выпущено свыше 33 миллионов кредитных карт, что, опять-таки, больше, чем в прошлом году, почти на 9%. На этом фоне стоит ли удивляться, что жители страны стали делать меньше сбережений? Об этом рапортует российская газета. В третьем квартале 2018-го доля доходов, которые люди откладывают, оказалась самой низкой, как минимум, за последние 14 лет. И вряд ли показатели по уровню кредитования и сбережений изменятся. Видно носу новогодние праздники, а значит, большие траты. Алена Паланенко, новости по будням. Немало потратиться придется, если заболеете. Респираторные вирусы по-прежнему хозяйничают на территории региона. За прошедшую неделю за медицинской помощью обратились более 15 тысяч человек. Традиционно большинство из них дети до 14 лет. Свыше 11 тысяч малышей и подростков столкнулись с неприятными симптомами ОРВИ. При этом уровень заболеваемости в целом по области ниже эпидемического порога аж на 51%. Случаев гриппа, по данным регионального Роспотребнадзора, пока не зарегистрировано. Но к его приходу в Прибайкале готовы. Прививки сделали 48% жителей области. И это своего рода рекорд. Если три года назад вакцинацию прошли около 700 тысяч человек, то сейчас уже более миллиона ста тысяч. Категории тех, кто прививается, также расширяются. В 2018-м треть получивших вакцину – люди старше 60 лет, инвалиды, а также те, кто находится в группе риска по сердечно-сосудистым и бронхолегочным заболеваниям. Активно вовлекают в процессы и беременных женщин. Если мы в прошлом году привели около двух тысяч, ну чуть больше двух тысяч, то в этом году более 7232 беременных женщин. То есть трехкратный рост. И мы защитили не только беременных, но и защищаем тех детей, которые родятся во время эпидемии гриппа, и они не заболеют гриппом. В каких условиях лечиться, то уже немаловажно, но далеко не все медицинские учреждения региона соответствуют современным стандартам. Ярким примером еще недавно была Кижемская участковая больница. Износ здания, расположенного в Братском районе, составил более 75%. Использовать заведение дальше в таком виде было нельзя, поэтому больницу закрыли на капремонт. Завершить его планируют уже к концу 2018-го. И на севере области уже строят планы на год грядущий. Один из важных проектов в Братске – открытие первого в городе отделения палеотивной помощи. Находиться в нем одновременно смогут 10 неизлечимо больных пациентов. На покупку необходимого оборудования будет направлено около 700 тысяч рублей. Немалые деньги потребуются и на реализацию другого масштабного проекта. В северной столице региона собираются возводить новый перинатальный центр. Площадку под строительство уже определили. Единогласно выбрали своим местом жительства поселок Марково тысячи людей. Этот населенный пункт Иркутского района в последние годы становится все больше и интереснее, несмотря на многочисленные предрассудки. О них и не только. Свежий выпуск рубрики «Новости нашего района». Марково. Как много в этом слове скепсиса и предрассудков. Самые частые претензии к поселку городского типа под Иркутском звучат так – невзрачно, далеко и скучно. На сегодня мы попробуем это подтвердить или опровергнуть. Первый стереотип о невзрачности – рушиться сам собой. Достаточно лишь издали взглянуть на территорию Марково. Чем не пейзаж достойной кисти художника? Как говорила моя бабушка, кто в лес без шапки зимой пойдет, тот без ушей вернется. Поэтому я в головном уборе. Но это скорее с непривычки. А вот жителям Марково для того, чтобы попасть на лоно природы, достаточно выйти из своего дома. Для городского жителя это действительно роскошь. И я молчу про виды. Достаточно лишь одного воздуха, от которого по первости даже кружится голова. Еще чаще про Марково говорят, что это крошечное место, почти деревня. Но и данный стереотип несостоятелен. Ведь помимо самого поселка существует еще и марковское муниципальное образование. Оно объединяет десятки садовозов и жилых комплексов. Постепенное расширение границ района сделало его единой территорией, уже вплотную примыкающей к Иркутску. Сейчас Марково это уже не такая отдаленная территория, как раньше. Попасть сюда можно сразу двумя дорогами. Одна через микрорайон Синюшина гора, другая через Березовый. В обилии и общественный транспорт. И справедливости ради стоит заметить, качество полотна здесь куда лучше, чем даже на центральных улицах областного центра. А вот третий стереотип об отсутствии развлечений в Марково куда ближе к реальности. Конечно, необходимый минимум тут есть. Например, дворец культуры. Он же по совместительству и кинотеатр. Но даже в такой ситуации назвать это место скучным язык не повернется. В определенном смысле действительно можно сказать, что в Марково ничего не происходит. Вот сейчас самый разгар рабочего дня. И на улице абсолютная тишина и не души. И для меня лично это плюс. Потому что где в Иркутске днем можно найти место, чтобы отдохнуть ушами? Конечно, Марково это далеко не рай на земле. И здесь есть свои проблемы. Например, удаленность от районной поликлиники и хаотичная дорожная сеть. Но для населенного пункта, еще недавно числившегося рабочим поселком, это уже достойный результат. А стереотипы приходят и уходят. Павел Жолодев, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Прийти и надолго задержаться. Ведь посмотреть есть на что. Это я о предновогодней выставке, которая открылась сегодня в Иркутске. В одном месте можно запастись презентами к празднику и освоить навыки, которые обязательно пригодятся в будущем. Гостей выставки «Новогодний подарок. Уютный дом» ждет ряд мастер-классов. Например, дети смогут научиться расписывать деревянные игрушки. Самых юных посетителей мероприятия ждет малышовый марафон. Ребята будут соревноваться в скоростном ползании. А вот фестиваль скульптур из сладостей придется по вкусу, в прямом и переносном смысле, абсолютно всем членам семьи. Кондитеры продемонстрируют, как готовить необычные сладости. Рецепты можно взять на заметку и использовать при составлении новогоднего меню. Решение, чем украсить квартиру и что подарить близким, найдутся тут же. Выставка будет работать в Сибэкспоцентре до 16 декабря. Ну а до 23 числа вы можете поучаствовать в конкурсе видеороликов. Мы объявили его специально в канун Нового года. У вас есть отличная возможность не только подарить жителям региона праздничное настроение, но и выиграть ценный приз. В конкурсе могут все желающие. Достаточно создать ролик поздравления. Вы можете читать стихи, петь песни, танцевать, ставить рекорды. В общем, делать все, что просит душа в эти предпраздничные дни. Новогодние открытки мы будем принимать до 23 декабря по адресу, который вы видите на экране. Либо через аккаунты медиахолдинга НТС в социальных сетях. Затем стартует второй этап конкурса. Все поступившие ролики разместим на нашей странице в Инстаграм. И до 27 декабря включительно будет проходить голосование. Имя автора самого яркого поздравления, набравшего наибольшее количество лайков, объявим в эфире программы новости по будням 28 числа. Победителя ждет подарок, сертификат номиналом 10 тысяч рублей на отдых на курорте гора Сабалиная. Такой презент будет весьма кстати, ведь впереди длинные новогодние каникулы. Новогодняя традиция в некоторых семьях лепить пельмени перед праздниками. Узнать интересные рецепты смогут жители региона на специальном фестивале. Где он пройдет, узнаете после новостей о достижениях наших спортсменов. Настреляли на второе место Надежда Колода и Артем Черноусов, взяли серебро на Кубке России. Состязания прошли в Ижевске. Отличились наши земляки в олимпийском упражнении, стрельбей с пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд. Первый блин получился никомом. В Иркутске состоялся Кубок области по фридайвингу. 22 спортсмена из столицы нашего региона, Ангарска-Красноярска-Читы, состязались в двух дисциплинах. Динамика в ластах и статическое апноэ. В абсолютном зачете чемпионкой турнира среди женщин стала иркутянка Анна Миронова. Уехали побеждать. Иркут отправился в Ярославль. Там команда проведет очередную игру в рамках Суперлиги-1 чемпионата России. Нашим баскетболистам предстоит встретиться с Буревестником. Соперники сейчас на 12-м месте в турнирной таблице. Иркут на 14-й позиции. Готовятся к встрече гостей. Байкал Энергия 12 декабря примет на домашней площадке Нижегородский старт. Очередной матч чемпионата страны по хоккею с мячом пройдет на стадионе Трут. Начало игры в 19.00. Алена Полоненко, новости по будням. Играли на фортепиано, возможно, именно в этих костюмах 19-20 веков. Прикоснуться к прошлому зовут Иркутян. Выставка «Модные истории» проходит в рамках фестиваля «Декабристские вечера». В программе премьерные спектакли Домашнего театра Волконских, музыкальный салон. Мероприятия будут проводить до 17 декабря в Музее декабристов. А какие события еще происходят в Иркутске, за его пределами, знает Юлия Горзова. Всем здравствуйте. Думаю, не ошибусь, если скажу, что еженедельно в мире проходят какие-нибудь фестивали. Подборку интересных озвучу прямо сейчас. Начнем с события, которое буквально через 4 дня устроят Свирски. Там состоится фестиваль пельменей. Его приурочили к открытию зимнего сезона. Гости смогут продегустировать пельмешки не только различных форм. Будет предложено и много начинок. Ну а после праздника живота всех ждут тюбинговая горка, катание по снегу на банане, санях и собачьих упряжках, а также беличье колесо. Ну и чтобы было что запостить в соцсети – фотосессия с Хаски. Множество фотографий в красно-белой гамме разлетелись из Нью-Йорка по интернету. Там состоялся традиционный фестиваль Санта-Кон. Тысячи зимних волшебников и эльфов заполонили улицы американского города. Впервые такое мероприятие провели в 1994 году. И теперь оно проходит в 300 городах и 44 странах. К примеру, в Мадриде тысячи Санта-Клаусов устроили забег в поддержку борьбы с раком. А в Лондоне в пабах люди в аналогичных костюмах провели благотворительные вечеринки. Вечер удастся на славу у жителей Красноярска, если они посетят фестиваль науки. Здесь нет скучных лекций и занудного академизма. Зато получится примерить на себя профессию будущего и сразу узнать, где ей можно обучиться. На выбор несколько интерактивных площадок. Там можно отлить слиток из алюминия, собрать пулемет или качать нефть. А еще сделать активный вклад в экологию, научиться сортировать мусор и восстанавливать леса. На первом фестивале добровольческих эко-проектов «Полевка» побывали около 300 иркутян. Гости узнали, какие отходы можно сдать на переработку и как их к ней подготовить. Кроме того, был организован пункт приема мелкой электроники и батареек. Удалось собрать 15 и 9,5 килограммов соответственно. А после гости поучаствовали в квесте, где отвечали на вопросы о Байкале и бережном отношении к природе. Вот и все на сегодня. До встречи! Впереди вас ждет реклама. Я же на этом прощаюсь до новых встреч. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok